Мы решили, короче, мне помимо Винни-Пуха патриотического, еще сделать сердце на бицепсе, чтобы я вот так мог его делать. А оказывается, у Димона тоже есть сердце. Дим, можешь показать? Да, конечно, видно. Бля, это что, шраммирование, что ли? Климо вообще. В смысле, огнем? Ну как, в столетной клемме. Да ладно? Как говорится, утро начинается не с кофе. Друзья, всем привет. Время 9 утра. Я еду в город железнодорожный. Что меня может поднять так рано? Это только бесплатная татуировка. Бля, даже не пожрал. Жрать охоту пипец. На вокзале пожру. На Курску. Сейчас на Курску еду. Бля, тебе охуел от трёхусти билетов, потому что дальше Тушин не ездил. 95 рублей, пиздец, сотка, блядь. За электричку, охренеть. Кажется, через всю Москву, хотя он дорого-ненький. Не собираюсь за внимание, что даже туалетов нету в платформе. Сыск, куда попало. Ладно, у меня хуёвое настроение, я за мной вообще бесит. Всё, скоро увидимся. Я доехал до Курского вокзала, и, мне кажется, приключение у меня не обошлось. Вот, еле-еле успешиваю электричку. Короче, билет, который я купил в Нахаменном, мне, оказывается, аппарат выдал не билет, а какую-то херню. Просто чек какой-то, я не знаю. Короче, он не про канал, но мне пришлось покупать ещё один билет, чтобы выйти с платформы. Блядь, меня это бесит вообще. Потом я спускаюсь вниз на Курский вокзал, подхожу, смотрю, написано, город, железнодорожный, типа, поезд тогда-то, тогда-то, 36 минут. Подхожу к кассе, можно ли купить у вас билет. Он говорит, на железнодорожный отсюда не ходит, вам надо подняться на Курский вокзал, там другое место. Я говорю, как в другое место, если вот у вас висит, что путь номер 6, блядь, она такая, не может быть, она вышла из кассы, не поверив мне на слов, посмотрела. Говорит, что-то странное, то есть они сами не знают, что, откуда у них, куда ходят, блядь. В итоге я еле-еле успел, они ещё билет мне не продали в кассе. Она говорит, я не могу вам продать. И, короче, мне пришлось идти покупать в этом, в аппарате, в электронном. Он ещё тупил, блядь, не брал мелочи, короче, пипец какой-то, ещё, блядь, дерьмо. Я уже сменил три вагона, но я до сих пор не слышу, что говорит такой проводник, ведущий с поезда, как-нибудь, с утра туплю. Вот я не знаю, куда я еду, я не знаю, где мне выходить, и я не слышу, блядь, чтобы подготовиться к следующей остановке, что они говорят. Вы не смотрите на наушники, я там книгу слушаю, а вот фишка в том, что я вытаскиваю, чтобы послушать. Я слышу, где-то они что-то говорят, но я не могу услышать. Суки, за это ещё берут, блядь, по 100 рублей за билет. Короче, у меня было Новогирейно, Рео, блядь. Вот, едем дальше, блядь, надеюсь, не хорошо. Город железнодорожный. Надеюсь, я приехал туда, куда мне надо было. Короче, надо позвонить Димону, сказать, что я приехал, но, походу, я очень быстро приехал, у меня был экспресс какой-то. Поэтому придётся подождать, пока он меня встретит. Алло, Дим. Я, короче, уже приехал. У меня, походу, экспресс какой-то был. Да, я тут какой-то из торгового центра, я так понял. Пойду, наверное, туда, тебя там буду ждать. А я ещё, я на мосту сейчас буду только спускаться с него. Всё, ладно, короче, прямо вдаль ухожу по правой стороне. Сука, по левой, определись. Давай, хорошо. Пока Димон идёт где-то, как он искал розоватого здания, я подумал, что это школа, а это, поход, какая-то администрация. А, вон я вижу Димона, вдалеке. Куда идут к нему? Что это за хер интересный Ленин? Ну, точно. Огромный хуй. Огромный хуй. 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 Здорово, это Дима. Привет, чувак. Что у тебя тут есть на хате интересного? Расскажи, что это за деревянные доски? Ты зартефаку спиздал? Ну, денег не дали, хватит, как масло, но. Пкинули на зарплату? В Сельдпетербург. Это твоя? Да. А что они у тебя у тебя уёбичные? А это потому что они у тебя уёбичные, всё? Да. Вот это только, ну, более-менее форма нормальная, вот это. Только они у тебя все какие-то, блядь, приниженные. Блядь. Она вообще кракаличная, чувак. О, а ты же на съёмках. Кстати, Димон работает световиком на всяких съёмках. Где ты работаешь? Везде. Везде? Угу. А ты не можешь себе замутить эту, форму фюрера, блядь, какой-нибудь? Зачем? Не знаю, я бы спиздал, я бы себе тусил, да. Ладно, пойдём похаваем, мы их будем бить тату. Когда друг не ходил, я вам говорю, к чаю купил, он принёс 2 грамм сахара, какую-то колбасу, яйца, хлеб купил. К чаю? К чаю, да. Ну, самое хуяное, что он купил 1 килограмм сахара. Ну, я думал, что вообще ничего нет. Кент, не шарь по мне глазами, я не чуждый элемент. Поведут во вторник в баню, всё узнаешь обо мне. Я как паспорт разрисован за поделку наших ксив. Злокарает слот законов и мирских, и воровских. Читайте по наколочке, воры и кумовья. Моя татуировочка. Короче, первое правило общения с татуировщиком. Не ругайтесь со своим татуировщиком. Чуть-чуть я проебался, а тут уже хуй. Было вызвать, чтобы сейчас машинка сломалась. Немцы шкурой с них сдирали, их чувствительных натур. Дэкстазов возбуждали образцы советских шкур. Читайте. Мы почти закончили, блядь, я уже заебался лежать. Димон меня заебал, мучить я. Ну, вот так. Мини, мини-запух. Сейчас точечки ещё пройдут эти, блядь, красные. На жёлтом мини-пухе. И всё. А, белым, Димон. Вот я и дома. Очень устал, короче, с татухами. Плюс дорога измотала. Сейчас вот снимаю плёночку. Пойду помою руки. Вот. Ну и теперь впереди самая голимая в татуировках. Это следить за ней. Мазать мазью. Использовать Бикантен Плюс. Наверное, как и все. Сердечко моё. Сейчас пойду помою, и всё. Если кому-то интересно, попал татуировок. У Димона. Единственное, далеко есть. Но, если можете доплачивать, он может ездить к вам сам, наверное. Ссылка, наверное, будет в описании к нему. Короче, вот мои Винни-пухи. Надеюсь, видно. Всё, удачи. Был прикольный день. Заманался к чёртову матери. Железнодорожному привет.